Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Пекаристас. Сегодня у нас 18 октября, 7 часов вечера, вторник, и мы начинаем очередной стрим. Хочу сразу же анонсировать, что отныне все ближайшие стримы будут проходить не по понедельникам, а по вторникам, в такое же время 19.00 по Москве. И сегодня мы будем стримить в комнате RedKings, которая буквально недавно перешла в сеть микрогейминг. Первые 5-10 минут я постараюсь вам дать подробную информацию по случившимся изменениям, как они повлияли, какая с этого выгода и так далее, и так далее. Ну и остальное время я уже непосредственно буду стримить в новой комнате RedKings микрогейминг, 4 стола, 2 ЦНЛ. Для начала, что хотелось бы отметить и вам сообщить. При переходе в RedKings микрогейминг, все старые игроки, которые были зарегистрированы от сайта pecarstas.com в комнате RedKings, автоматически в сети микрогейминг получают 30% постоянный рейкбэк. Независимо от количества рейка или чего-либо, у вас будет ровно 30% рейкбэк. Как это проверить, как это узнать? То есть непосредственно это можно проверить таким образом. Закон в раздел Promotions. Да, кстати, забыл сказать, что у вас, возможно, возникнет вопрос, как перейти в микрогейминг. Все достаточно просто. Вы используете свой старый аккаунт, старый логин, который у вас был в RedKings. Заходите на сайт redkings.com, скачиваете просто новый софт микрогейминга и логинитесь в него. И все у вас, если у вас был какой-то баланс, он автоматически перенесется. Если же нет, то вы смело можете сделать депозит. Теперь, что касается непосредственно кэшбэка. Как проверить 30% кэшбэк? Собственно говоря, если зайти в раздел Promotions и зайти в раздел Далее, сейчас загрузится, кэшбэк, то вы увидите, что высший статус King Club. Видите, да? То есть он дает 30% кэшбэка. Теперь мы заходим в раздел My Account, выбираем My Loyalty Points, жмем сюда, и видим, что наш статус на текущий момент King Club, то есть наивысший. И еще один момент, как можно проверить, какой у нас статус, это заходим на обмен очков. Сюда кликаем, и видим, что здесь за 30 очков нам будет даваться 1 доллар. Ну, мы сможем обменять 30 очков на 1 доллар. А в данной комнате за 10 очков, за 10 очков, ну, за 1 рейк дается 10 очков. То есть наиграв 30 очков, либо 3 доллара рейка, вы можете их обменять на 1 доллар обратно. То есть это такого рода кэшбэк. И помимо этого, вы можете еще активировать, если вы игрок, который уже делали депозит на Red Kings ранее, вам не обязательно делать повторный депозит. Вы можете зайти в этот раздел Promotions, дальше выбрать Welcome Package, и здесь кликаете на эту ссылочку, и выбираете сразу себе бонус, без всякого депозита. То есть кликаете сюда, открывается такая штука, жмете далее сюда, если хотите, можете здесь все прочитать, но это не обязательно. Жмете сюда и выбираете себе какой-нибудь бонус. Ну, допустим, я возьму на 1000. Все, я взял бонус. То есть без всяких либо депозитов. Этот бонус вам будет выдан на 60 дней, эквивалентно 20% рейкбэка. То есть у вас будет 30% рейкбэк постоянно и всегда, и плюс на 60 дней у вас будет еще 20% рейкбэка в виде бонуса. И того, разумеется, 50. Если же вы не старый игрок на Red Kings, вы смело можете зарегистрироваться в данной комнате через наш сайт, но при этом у вас будут точно такие же все условия, только вам придется уже сделать депозит, и вы получите 200% до 1000 евро. Все это более подробную информацию о остальных всех бонусах и так далее, и так далее от Red Kings вы сможете еще увидеть, прочитать у нас на сайте pecarestas.com slash redkings. Там есть вся информация и остальных бонусов, что мы выдаем нашим игрокам. Ну, то есть это бесплатное обучение, бесплатный майнинг, бесплатные лейауты, доступ к вип-клубам и видеокурсам, и так далее, и так далее, и так далее. Теперь давайте непосредственно перейдем уже к самому софту. Софт, конечно же, намного в разы удобнее, чем он раньше был в ангейме. Здесь огромное количество настроек, всех возможных авторибаев, автобаинов, слайдеры ставок и так далее, и так далее. Я постараюсь вам сейчас на примере одного стола в течение двух минут показать, каким образом я его настроил, и как он у меня выглядит, и как сделать точно так же, чтобы у вас была удобная игра в данном покеруме. То есть выбираем Cash Games, выбираем Hold'em, выбираем No Limit, выбираем, допустим, 20 Nell, таким образом. Вот эти огоньки означают, типа, быстрый покер. Здесь видите 6, это значит 6 макс, 115 игроков здесь всего играет, или, грубо говоря, 28 столов, нажимаем Play. Сейчас он мне откроет первый попавшийся стол, буквально там, обычно это происходило, вот, уже первый стол едет. Вот открывается первый стол, и у меня установлен такого рода лояут. Для начала нужно необходимо выставить лояут. Лояут вы можете получить без проблем, попросив его у меня в скайпе. То есть пишите мне в скайпе, ну, кто знает, в контактах можно найти мой скайп, не проблема. Пишите мне, я вам выдаю бесплатно лояут, его ставите. После чего, что самое главное, необходимо сделать следующие настройки. Повторите их за мной, то есть выбираем здесь, повторюсь, меню, здесь выбираем опции. И я сейчас не буду рассказывать про каждую штуку, что она значит, я вам просто могу дать совет, чтобы вы выставили точно такие же настройки, как у меня. Если вы захотите, вы можете перевести, там есть вариант на русском языке. То есть вот, здесь типа поменять язык можно, а, только английский. Change language можно, ну, к сожалению, я не менял, я на английском, короче, поставил, мне это, в принципе, так устраивает. Так вот, вы просто советую оставить такие галочки, как у меня. Если вам интересно, что это значит, ну, постарайтесь там перевести, либо найти русский язык и так далее. Так вот, это первое, вот, general options, таким образом, здесь выбираем такого рода галочки. Дальше, в анимациях я убрал вообще все анимации. Я пока играть не буду за столами, просто покажу вам свои настройки, чтобы у вас все было так же удобно. Анимации я полностью убрал, звук я тоже полностью убрал. Table appearance, здесь можно поменять цвет, какой вы хотите. Если вы поставите наш layout, разумеется, у вас будет любой доступный цвет. Ну, я выбрал вот такой. Дальше, auto buy-in, это уже по вашему усмотрению у меня стоит максимальный auto buy-in и так далее. То же самое rebuy, да, кстати, rebuy надо выбрать, max buy-in, чтобы это на все столы. То есть, выбрал я rebuy только что автоматически. Bet slider у меня настроен таким образом. Кстати, да, здесь вот, обязательно bet slider настроите так, как у меня по галочкам все стоит. Это очень, ну, важно. Если вы хотите, вы, конечно, можете почитать и настроить так, как вам угодно, но мои рекомендации следующего образом, как здесь все стоит. В Texas Hold'em вы можете настроить под себя слайдеры, то есть, допустим, выбираете слайдер и здесь нажимаете кнопку, нет, create new profile. То есть, вы создаете, допустим, новый профайл, называете Вася, допустим, Вася, и вы тут можете забивать как угодно всякие кнопки. Ну, в настройке там слайдер на префлопе, слайдер на постфлопе и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Собственно говоря, тоже все очень круто. Ну и раздел, так, ну, ну, и раздел, разумеется, где вы хотите сидеть за столом. Ну, у меня нижнее место по центру. 6 макс стол. Вот. Так что, повторюсь, если вы в режиме, ну, как бы я сейчас веду стрим, не успели все разглядеть подробно, данное видео потом появится на ютубе, наверняка вы уже его будете смотреть на ютубе, и вы непосредственно с перемоткой и с паузой, то есть, каждый слайдер, точнее, не каждый слайдер, а каждый этот раздел вы сможете настроить под себя таким образом, ну, как вам будет удобно. Ну, точнее, выставить как у меня, либо как вам будет удобно. Ну, я советую, если вам нравится, как у меня выглядит лейаут, и как все выглядит за столом, делайте вот такие вот настройки, как здесь я вам только что показал, все поочередно. Далее. Что хочется сказать по количеству игры. Количество игры здесь, конечно, в этой комнате огромное, точнее, в этой сети просто огромное. Если взять PokerScout, то можно увидеть следующего рода картину, что сеть MPN, Necrogaming находится на седьмой позиции, а по кэшу она вообще находится на пятой, то есть, у них по кэш-столам игры больше, чем в iPokere, и больше, чем в PartyPokere, то есть, видите, да, не намного, но больше. Это что касается по трафику игроков. Далее, если взять, по поводу софта я вам уже показал, в принципе, повторюсь, здесь есть всевозможные слайдеры, все настройки, так что тоже все очень, как бы, ништяк. Holdem Manager, разумеется, работает. Майнинг у нас есть в веб-клубе. Тут есть такой еще маленький нюанс. У вас за столами будут ачивки. Такие там всякие, ну, блайнды нарисованы, сейчас вы их не видите у меня, но покажу их сразу, как просто отключить. Заходите в My Account, если они вам будут мешать, как это будет отключить различного рода ачивки. Выбираете My Achievements, View My Achievements. Здесь вниз проматываете, вот эти вот всякие фишки будут у вас за столами, если они вам мешают, заходите сюда, проматываете самый низ, Privacy, выбираете здесь и выбираете здесь Privat. Конечно, убого запрятали, слову нет, но что делать? Мы нашли, разобрались, спасибо Косте за это. Вот, Private Save, и все, теперь они у вас, как бы, пропадут. Вот, что еще? Да, маленький нюанс такой, который необходимо мне вам сообщить, это следующий момент, то, что если вы играете с Holdem Manager, и во время игры с Holdem Manager вы выберете опцию, закладку, закладку «Активная сессия», то у вас может пропасть хат. Поэтому, если у вас вдруг пропал хат, это, скорее всего, произошло из-за того, что вы выбрали опцию «Активная сессия», и, разумеется, этого делать, ну, просто не стоит. Ну, и, кстати, последний нот, точнее, последняя заметка в данной ситуации, в данной ситуации по данному софту, это что? Это то, что в данной комнате можно раз в тысячу рук или раз в месяц, насколько мне известно, менять ники. То есть, заходим в Preference, Change Allies. Нажимаем, и здесь можно поменять свой ник. То есть, раз в тысячу рук, да, вот тут написано, «You can change your allies once every 30...» Короче, раз в 30 дней, либо раз в тысячу рук. То есть, вы можете менять ник. Но, к чему я веду? Если вы за столами делаете пометки на игроков, то есть, вот таким вот образом, допустим, Edit Notes, и выбираете его, допустим, красненьким, и сохраняете вот красненьким, то ник у него изменится, но пометки останутся. То есть, если вы определили, что это регуляр, либо какой-то фишара, и вы его отметили, допустим, красненьким, то, значит, все, ну, все сохранится. Понимаете? То есть, это удобно. То есть, если у вас поменяли статы на игрока, ну, из-за того, что он ник сменил, но у вас нотсы останутся. Так что, вот такие вот нюансы, все, что я вам хотел вроде бы рассказать. Про все тонкости данного софта я вам сообщил. Если будут какие-то непонятные вещи, пишите непосредственно мне напрямую Skype, постараюсь вам ответить. Ну, а сейчас давайте я уже непосредственно перейду к игре и поиграем в данной комнате, посмотрим, что тут вообще творится, и так далее, и так далее.